Андрей Александрович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Все слышно хорошо, да? Когда меня Татьяна Юрьевна попросила сделать доклад на тему, которая звучит как место хайпэк влечения новообразования ЖКТ, то я решил отделаться одной короткой фразой. Как самостоятельный метод, внутрибрюшная перфузия значения никакого не имеет. После этого встать, попрощаться и уйти. Но представьте себе, мы сейчас обсуждали с вами мутации, гены, брафы, MCI. И вдруг приходит такой человек в хирургическом костюме и говорит, что мы полоскаем живот раствором химиопрепарата тепленьким, и вот у нас тоже результаты есть. И, конечно, это может вызвать даже смех. Но, тем не менее, поскольку все-таки методика существует, вот сейчас очень коротко мы попробуем показать, вот ту узкую сферу, то узкое место, где она применима и где мы можем ожидать каких-то результатов. А для наглядности мы начнем нашу демонстрацию с клинического случая, который как раз доложит Анжела Абдукеримова. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам клинический случай. Поступила к нам пациентка с псевдомиксомой брюшины с диагнозомоцинозной рак червеобразного отростка CTXN0M1. В пациентке опухоль верифицирована гистологически. И, как видно на слайде, опухолевые массы с большим количеством слизи распространены по всей брюшной полости. Рассчитан индекс перитониального канцерматоза как 24. То есть узлы есть по париетальной брюшине во всех отделах и даже по висцеральной брюшине. Учитывая такую картину, скажите, пожалуйста, что бы вы предприняли, какую тактику? Симптоматическую терапию, химиотерапию, выполнение циторедактивной операции с химиоперфузией или без химиоперфузии, или только внутребрюшную гипертерамическую химиоперфузию? Прекрасно. Я думаю, после такого ответа, в общем-то, смысл доклада теряется, потому что все стоят на правильных позициях. Но, тем не менее, я, к сожалению, не знаю, какую часть из аудитории представляют хирурги. И, наверное, для хирургов мое выступление будет не столь интересным, они это все знают. И в основном направлено на аудиторию с химиотерапевтов. Итак, как я уже сказал, самостоятельно значение внутрибрюшная химиоперфузия не имеет, за исключением редких случаев. Вообще, эта концепция придумана была в 80-х годах с Пратом, расширена, красиво оформлена и пропагандирована Шугербекером. Полем Шугербекером из Вашингтона, первая публикация также в начале 90-х годов, и он до сих пор работает. И вот эта концепция, она основана на нескольких предположениях. Это представление о брюшине как о самостоятельном органе, представление о перитониальном канцерматозе, как о метастазировании опухоли в отдельный орган, по аналогии с изолированными метастазами в печень или с изолированными метастазами в легкое. Это предположение, что распространение опухоли может ограничиваться только брюшиной. И, наконец, предположение, что у больных с перитониальным канцерматозом путем воздействия на брюшину можно добиться увеличения безрецидивной и общей выживаемости. Ну и в соответствии с этой концепцией, лечение перитониального канцерматоза состоит из двух этапов. Первый этап – это цидорегативная хирургия, которая включает в себя перитонимоктомию, то есть удаление всей брюшины, и резекция различных органов. И внутрибрюшная химиоперфузия, которая может быть выполнена не только в режиме хайпэк, то есть гипертермическая и интерперитониальная химиоперфузия, но и в различных других режимах. Некоторые из них в нормотермическом варианте, некоторые из них после операции, до операции. То есть придумана масса каких-то режимов, которые сейчас более или менее успешно опробируются. Итак, что такое циторедуктивная хирургия? Это хирургическая операция, целью которой является максимально полное удаление всех видимых проявлений опухолевого процесса. Ну и в зависимости от того, вот мы выполнили операцию, в зависимости от того, что мы добились, чего мы добились, мы оцениваем, что у нас получилось после операции. И для этого используется шкала полноты циторедукции, комплектный софт циторедакшн. Она представлена на слайде. Нас интересуют вот первые две позиции, CC0 и CC1. То есть либо видимых узлов нет, либо видимые узлы менее 2,5 см. Это связано с тем, что потенциально, теоретически проникающая способность химиопрепарата ограничивается вот именно вот этими 2,5 мм. Глубже препарат не проникает, поэтому при узлах большего размера рассчитывать на какой-то эффект было бы очень наивно. Ну, что такое циторедуктивная хирургия? Я сейчас не буду останавливаться подробно. Вот здесь представлены стандартные этапы. Внизу три позиции, отмечены звездочками. Это необязательные этапы, факультативные, которые чаще всего приходится выполнять. Скажу только, что операция эта длится от 8 до 10 часов. Это очень тяжелая травматичная операция. Результаты вот этого труда представлены на снимках. И потом еще в конце операции около часа времени занимает, собственно, внутриверушная химиоперфузия. Ну, вот мы разобрали вкратце, что такое циторедуктивная хирургия. Теперь, что такое, собственно, внутриверушная химиоперфузия? С точки зрения химиотерапии, это метод доставки высоких доз препарата непосредственно к опухольным клеткам. В какой-то рекламе, которая рекламирует зарубежную клинику для лечения россиян, было написано. Это инновационный метод доставки высоких доз химиопрепарата. Ну, хотя методу этому уже лет 30. С точки зрения хирурга, все несколько шире. Это получается, что это комбинированный механико-физико-химический метод воздействия на оставшиеся после хирургического вмешательства очаги. Диаметр менее 3 мм. Что здесь имеется в виду? Ну, во-первых, гипертермия. Гипертермическое воздействие непосредственно на опухоль и гипертермия, которая обуславливает более глубокое проникновение химопрепаратов в ткани. Второе. Это механическое промывание брюшной полости. И с использованием современных аппаратов, вот один из которых представлен на снимке, которым мы пользуемся, это еще и фильтрация тех свободных опухолевых клеток, которые неминуемо остаются в брюшной полости после операции. И я обещал рассказать, что хайпэк – это не единственный метод внутриверсной химиоперфузии. Есть еще пайпэк – это распыление нормотермического раствора с химиопрепаратом под давлением в виде аэрозоля. Это эпик – ранняя послеоперационная химиотерапия проводится без наркоза, соответственно, тоже в нормотермическом режиме. И это различные варианты неодювантного, то есть дооперационного использования интерпретониальной химиотерапии в сочетании с системной химиотерапией. Но это так, для информации это еще, особенно последнее, это нестандартный метод, идут работы, идут поиски оптимального режима. Здесь на слайде мы приводим схемы, которые мы применяем для проведения химиоперфузии. Как вы видите, препараты самые простые, потому что для этой методики имеет значение, точнее не так, не имеет значения гистологическая структура опухоли, ее чувствительность химиопрепарата, а имеет значение непосредственно цитотоксическое действие препарата и его глубина проникновения в ткани. И опытным путем показано, что именно вот эти перечисленные препараты в наибольшей степени подходят для данной методики. Более-менее доказано, вот у нас имеется сейчас 5 кандидатов для проведения цитруктивной операции с химиоперфузией. Это псевдомексома брюшины, это мезотелиома брюшины, колоректальный рак, рак желудка и рак яичников у женщин. У нас, к сожалению, вот в 15-минутный доклад не уложите все, что можно показать с цифрами, поэтому я сейчас покажу вот некий итог, который сформулирован в виде рекомендаций. А рекомендации мы знаем, наших рекомендаций нет, но у нас есть НССН, у нас есть ЭСМА, и у нас есть рекомендации ПСОГИ. Это группа по изучению перитониального канцерматоза, международная группа по изучению перитониального канцерматоза. Итак, что касается колоректального рака, очень осторожные рекомендации, и они ограничены фразами, может быть рекомендовано, близко к тому, чтобы стать принятым стандартом, стандартом лечения отдельных пациентов. То есть отношение к применению циторедуктивной хирургии с ХАЙПЕК очень осторожное касательно колоректального рака. Еще хуже обстоит дело с желудком, потому что есть отдельные работы, которые показывают некоторые улучшения без увеличения безрецидивного периода. Но все это пока что очень неточно и сомнительно. Определенная перспектива возлагается на случаи, когда нет канцерматоза, а когда имеется только положительная цитология при смывах. Особенно это японскими авторами пропагандируется, и здесь есть определенные хорошие результаты. Но тем не менее в ЭСМА и в НССН об этом, о раке желудка, применительных данной методике, пока что ни слова. А в рекомендациях ПСОГИ очень аккуратно требуются дальнейшие исследования и ничего более. Рак яичника уже прописан и в НССН, и в ПСОГИ, в ЭСМА практически ни слова. И смысл в том, что имеют некоторые группы пациентов, имеют определенные преимущества. Работа показала, что при первичном раке эта методика малоэффективна, а при рецидивах, при повторных циторедукциях возможно применение этой методики с определенным результатом. Ну и мы, наконец, переходим к тем заболеваниям, к тому небольшому количеству пациентов, где эта методика может действительно дать положительные результаты. Это перитониальная мезотелиома, и вот эти ожидания отражены в рекомендациях ПСОГИ. И там написано уже конкретно и четко, что циторедуктивная хирургия и внутриверсная химиоперфузия могут считаться стандартом лечения отдельных пациентов с перитониальной мезотелиомой. И далее мы плавно переходим к теме, имеющей отношение к нашей презентации. Презентации псевдомиксома брюшины. Также в рекомендациях ПСОГИ методика эта показана для лечения псевдомиксома брюшины и опухоли аппендикса с перитониальными метастазами. То есть четко и однозначно. И вот что же мы ожидаем? Ну, здесь переведены данные 2012 года. Это данные из 16 центров со всего мира. И Бразилия, Австралия, многие европейские центры. Вот такое мультицентровое исследование. И они показали, что при правильном подходе мы можем добиться у больных с псевдомиксомой брюшины, медианы выживаемости более 16 лет, безрецидивной выживаемости более 8 лет, 3-50-15-летнюю выживаемость вы видите на слайдах. И при этом, при всем, несмотря на огромный объем операций, получен достаточно приемлемый уровень осложнений. Это 24% больших осложнений и летальность 2%. Здесь важно, что это опыт именно многих-многих клиник. То есть он воспроизводимый. И, в принципе, мы в нашей работе тоже можем стремиться к этим цифрам. А сейчас мы перейдем к нашему клиническому случаю. И поскольку повторный опрос нет смысла проводить, все проголосовали за операцию Хайпэк, мы скажем, что сделали мы. Я передаю слово Анжеле Буксайне. У нас в центре мы в конце июля прошлого года данной пациентке выполнили тотальную перитонную мектомию с правосторонней гемиколектомией, со спленектомией, с удалением желчного пузыря, с резекцией дистальной части желудка. То есть удалили все видимые опухолевые узлы. И провели сеанс внутребышной гипертермической химиоперфузии с использованием цисплотинов в дозе 125 мг и доксорубицинов в дозе 25 мг. Интероперационно это выглядело таким образом. То есть это этап выделения всей брюшины. Видите большое количество слизи в брюшной полости. И непосредственно этап химиоперфузии, когда установлены адренажные трубки, через которые промывается брюшная полость. После операции окончательный результат гистологического исследования показал, что данное заболевание тактуется как муцинозная опухоль low-grade червеобразного отростка с псевдомиксомой брюшины. Таким образом выглядел непосредственно макропрепарат. Таким образом данную пациентку мы наблюдаем в течение 15 месяцев и в настоящее время данных за прогрессирование заболевания нет. И ожидаемый прогноз ее, в частности, безрецидивная выживаемость, мы ожидаем более 8 лет. Передаю слово обратно, Андрей Александрович. Спасибо большое. Мы, собственно, закончили. И я призываю, если химиотерапевты в своей работе встречаются с канцерматозом брюшины, не торопитесь сразу передавать этих пациентов на симптоматическую терапию. А покажите хирургам. Спасибо. 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 Спасибо.